Вот даже сейчас смотришь, айронмен. Уже тут аж мурашки по коже. Дух переполоняет. Это была одна из самых сложных дистанций в триатлоне. Одна-вторая айронмен. Ее Андрей Ревякин за несколько месяцев до Минска и прошел в Эстонии. Для легкоатлета это был первый серьезный старт. 1900 метров в плавь, 90 километров на велосипеде и 21 километр бегом. Он преодолел за 5,5 часов. Всего на 60 минут его результат отставал от профи. К июльской дистанции в столице Беларуси Андрей был готов и морально, и физически. 950 метров плавания, 45 километров велосипеда и 10,5 километров бега. Финишное время 2 часа, 21 минута, 20 с чем-то секунд. В абсолюте у меня получилось 34 место. В группе возрастной 35-44, 12 место. Относительно своих прошлых дистанций я вижу свое время. Тогда и сейчас я вижу, что прогресс есть. Прогресс реальный, налицо. Меня это очень радует и воодушевляет. Бавручанин признался, таких результатов всего за два года в триатлоне он смог добиться лишь благодаря собственному упорству, таланту столичного тренера Максима Гребенчука и поддержке родных. Супруга и дочь стараются быть рядом даже во время тренировок, не говоря уже о больших стартах. На старте мы чаще не присутствуем. На финише, да, буквально первые шаги до финиша стараюсь запечатлеть на кадрах и на видео, и на фото. Мужчина уверен, в триатлон его вела судьба. Задолго до Айронмен. В интернет-магазине в разделе розыгрыша он случайно стал обладателем тогда еще ненужных контактных педалей для шоссейного велосипеда. Андрей даже пытался их продать, но не нашлось покупателей. Сегодня они помогают преодолевать старты. Троеборья стала для Бобрученина стилем жизни и лучшей возможностью испытать характер и выносливость. Когда ты плывешь, и мозг тебе кричит, все, стой, когда же это закончится, а ты дальше, дальше, дальше. Ну и потом, когда ты уже финишируешь, это вот чувство кайфа, наслаждения, что ты это смог. Ну и просто я от этого получаю удовольствие. Ближайший старт Андрея Ревякина пройдет в Бресте. 3 августа он примет участие в чемпионате республики на олимпийской дистанции. Мужчина надеется улучшить там свой личный рекорд и приблизиться к главной цели – железной дистанции. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.